Утренний гость Друзья, вот так вот неожиданно мы поменяли немного наш формат, а именно поменялись мы местами Мы просто пересели с тобой, друзья Продолжаем будильник, я все делаю в том, что прямо сейчас в нашей студии появятся интересные гости И не как обычно у нас один появляется гость в студии, а целых два Да, я ее рада представить, Валентина Хара и Дмитрий Хара сегодня у нас в гостях, здравствуйте Доброе утро Ох, как бодро, весело, так солнечно И знаешь, я так сейчас расскажу маленький секрет, несмотря на то, что люди на самом деле летели на самолете к нам Всю ночь не спали, как только что за эфиром признались, но улыбаются во все 32 голливудской улыбкой Очень приятно, друзья Невозможно не улыбаться, когда видишь таких позитивных людей Ах, спасибо большое Ну, мне кажется, нужно их представить, да Дмитрий писатель, или как-то вы сами вот поподробнее расскажите о своей деятельности Потому что так как мы вас представим, мне кажется, вы лучше это делаете Ну, можно чуть-чуть длиннее писателя и автора и ведущий тренингов, если очень коротенько А если подлиннее, вот, ну, нашим радиослушателям, Таван Радио, стоит 3FM, вы уже известны, потому что у нас были в гостях Сейчас телезрители на нас еще смотрят Что сподвигло вас, наверное, вот, начать заниматься этим тренингами и написанием книг и каких-то еще вещей? Есть такая классная штука, она называется предназначение Вот у меня ощущение, что я его поймал, нашел Потому что до этого очень много лет я занимался совсем другими вещами в жизни И я начал понимать, что мне это и скучновато, и как-то все равно напрягает А тут то, что я всегда любил делать, я не расценивал это серьезно, как какое-то свое дело жизни, да Но вдруг получилось, да, то есть роман Пыша, который я написал просто, чтобы поделиться Вот, он стал бестселлером еще не продаваясь ни в одном магазине даже страны Сейчас он уже везде, а раньше его не было нигде И я начал понимать, что да, это, видимо, мое это предназначение Несмотря на то, что мне это очень легко дается, потому что мне не нужно ничего вымучивать Вот, получается здорово, и получаю обратную связь Дмитрий, а что, вот как вы пришли к этому, как вас, что вас подвигло, например Ну это же сидите вы в офисе, да, 10 лет работаете, и вдруг, оу, Дима в голове так А я же не всем занимаюсь Как, как, все гораздо было интереснее Я действительно сидел в офисе, вот И в какой-то момент я просто начал загибаться от той жизни, которая наваливалась с меня каждым днем Все сильнее и сильнее Влез в кучу долгов, вообще в полное непонимание вообще Кто я, что я, зачем я в этом мире И пройдя один из тоже тренингов трансформационных в свое время Я начал абсолютно по-другому воспринимать Вот мир, действительность, реальность Я начал создавать совсем другой мир вокруг себя Ну вот мы сейчас-то говорим, да, создавать мир Ну по факту так и есть Вот вы создаете доброе утро для телезрителей Вот, и я увидел, как это работает И мне захотелось этим поделиться И тем более, что у меня было данное само себе обещание Что если я смогу выбраться из этой, как бы так, мягче сказать, черной полосы Вот, то я напишу об этом книгу Потому что полоса действительно была очень черная Ну, судя по вашим искрящимся глазам По вашим улыбкам Жизнь прекрасна А для кого этот тренинг? Для тех, кто, может быть, запутался Для тех, кто хочет что-то поменять в жизни Или вот кто стабильно, вот, дом, работа, отдых Для кого? Ну, во-первых, те, кто ничего не хочет поменять на тренинге Не приходят, как правило Все равно внутри есть какая-то червоточинка Ощущение, что, блин, что-то не так И вот такие люди приходят к нам И очень часто бывает так, что либо находит какое-то свое новое предназначение Либо кардинально меняет свою жизнь Мы, опять же, мы к этому не призываем Мы не ведем к этому Но человек сам в себе находит какую-то новую ценность Новое призвание И помогает человеку раскрыться Раскрыть какие-то другие, да, способности, таланты Я правильно понимаю, да? Что происходит на тренинге? Какими? Может быть, мы все секретов, конечно же, не будем раскрывать сейчас Ну, какие-то основные вот точки А может, физически как-то что-то Вот пусть Валентина расскажет, что у нас происходит на тренинге А то я проболтаюсь Но все секреты не раскрываются Нет, почему? Пусть раскрываются Интересно же и нашим радиослушателям, телезрителям и нам с тобой Я думаю, мне интересно Раскрывайте Ну, хорошо На тренинге происходит много всего У нас построено в основном на практике Есть теория, но ее очень мало За два дня это примерно от общей массы Ну, там, 20-30% Просто без теории тоже невозможно Сначала нужно расшевелить немножко ум Дать ему возможность посопротивляться И посмотреть на то, что, может быть, мир не совсем такой, каким кажется И вот когда возникают такие вот уже сопротивления То важно уходить в тело, да? И все практики, они направлены через тело То есть, если кто хочет прийти посидеть и послушать там лекцию Так не получится Все изменения в жизни происходят только тогда, когда они прожиты в теле как опыт Вот Ну, собственно говоря, этим мы и занимаемся Даем различные практики Смысла ни в одном из упражнений нет Мы всегда говорим об этом заранее Важно его просто прожить И зачастую у людей бывает, что, ну, озвучиваешь упражнения Говоришь, встаем и делаем И прям в глазах читается Что, зачем, что за чушь, что за ерунда А потом люди садятся там в слезы Радость, открытие, делятся Что вот я, для меня вот что, оказывается, было важно Мне, конечно, нравится вопрос Сейчас Валентина не ответила, а заинтриговала еще больше А мне сразу возникает Да, мне сейчас сразу возникает вопрос Вот теоретические базы, на чем основываются Личный эмпирический опыт какой-то Либо это какие-то фундаментальные науки Либо это какие-то исследования Которые провозводились в тех или иных В глубь веков уходя, я не знаю Ты меня посещал так Нет, я сейчас, я сейчас только что Сейчас, мне кажется, другие секреты раскроют Плюс, смотри, физиологически Нет смысла говорить ни в одном Там из физических каких-то явлений происходящих Но, тем не менее, люди, опять-таки, испытывают Какое-то совершенно другое, я не знаю Эмоциональный накал страстей Что происходит? Ну, относительно самого тренинга и вопроса откуда Да, он полностью основан на нашем с Димой опыте Прожитом И у нас были достаточно сложный период в жизни В отношениях И только придя к себе Истинному Мы сумели выстроить вот ту жизнь Которую, да, со светящимися глазами Улыбкой И Дима сумел засунуть это в тренинг И в упражнения Чтобы не как у нас это заняло там полтора-два года А люди могли за два дня это прожить Базис – это, да, какие-то личные переживания И это наука То есть это генетические знания, которые у нас О генетике есть сегодня Физика Квантовая физика А как же без нее это? Да, ну то есть то, что на сегодняшний день Говорит нам наука Да, мы То есть мы не рассказываем о тех фактах, которые есть Да, мы Показываем их немножко с другой стороны Да, и отвечаем на те вопросы Ну, либо не отвечаем На которые на самом деле многие Либо не задаются Ну, как знаете, бывает Вот там Смотришь, как Ну, вот там есть гипноз Да, есть И вот Как это работает, да? Например, человек ел луковицу А ему кажется, что это вкусное яблоко Да, и людям задаешь вопрос Ну, вот как это? Ну, и все говорят, ну как Ну, ум посылает, а мозг посылает Вот такие вот рефлексы И человек так понимает Ну, все понятно стало, да? Мозг послал Что там произошло, как, да? Ну, да, действительно Есть вопросы у тебя сразу У меня очень много вопросов Но я думаю, что стоит их задать После небольшой музыкальной паузы Ансамбль «Сейспы», друзья, просыпаемся Танцуем, поем вместе с нами И мы пока потанцуем тоже Отлично, отлично Это всего одна из многих сотен историй В небе плыла луна, а ты сидела у моря Гасли вокруг огни и нас волною накрыло Были с тобой одни, с тобою мы в целом мире Читая губы твои Не забывай, любимый Ведь все наши любви Помни всегда ее и вновь День уносился в даль И небо рвал ветер в клочья Только на юге жать Совсем короткие ночи Снова тебе уезжать И чемодан в твой вагоне Дальше тебя обнять Поцеловать над герой Эй! Когда-то я жду тебя всегда Свет сочных дней Там на перроне вокзала Мы раздавались с тобой Ждать меня обещала Сколько бы не прошло Навсегда нас связали Все слова о любви Что мы друг другу сказали Эй! Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 конечно же и у нас как правило человек до 40 участвует такое наиболее комфортное сколько человек на мастер-класс приходит 20 до 40 вот так вот а если больше желающих до него проведем и для большего то есть нет не было просто пока президента вы садитесь как-то на пол фозу лотос для того чтобы делать какие-то упражнения на висели не в пиджаке в костюме нужно хотя бы снять пиджак этим я так представляю нет неправильно я сейчас садимся на воздух достигли такого уровня просветления до что они уже привязали в таком полете на сейчас так вот как все таки изнутри это происходит интересно самые интересные моменты которые были все таки мне кажется что вышли отчасти все таки и психологи выше задействуете какие-то моменты такие да вы общаетесь большим количеством народу как ты знаешь ну вот я не очень люблю когда все таки говорят что мы психологи ну во первых по образованию это не так вот и люди с таким образованием начнут типа что же это такое вот а во вторых она секрет не в психологии секрет в любви в жизни и сердце мы говорим с людьми отвечаем на вопросы не из ума у нас нету оценки нету осуждения мы говорим о фактах и говорим из любви да а как поступить чтобы не из боли и страха а из любви но приведу пример чтобы было понятно о чем я например если возникает ситуация ссора один человек кричит на другом если накричать в ответ то это из боли и страха потому что возникает мысль меня обидели там еще что-то вот а но в этот момент можно по-другому поступить и важно осознать для этого важно осознанности которые очень сейчас любят говорить здесь и сейчас но никто толком да не понимает о чем же это ты здесь и сейчас и вот это здесь сейчас как раз о том что осознать этот момент что стоп прямо сейчас до происходит но по сути война не когда маленькая но война в мире и я могу ее прервать и вот здесь важно поступить из любви как вскоре вам можно поступить из любви можно чекской этом да хорошо ты прав но не создавать дальше скандал ребят два вопроса сразу рассматриваете ли вы себя сейчас уже с какой-то космогонической точки зрения что и вот я это целая вселенная это раз и как вы отвечаете на вопрос что такое любовь потому что мне кажется человечество пытается уже тысячелетиями ответить что это такое и конкретной формулировки никогда отнимают давай раскроем часть давайте скажите ну во первых любовь да я еще раз повторюсь у нее нет оценок нет осуждения то есть как только человек вообще ставит дает любую оценку там поступил неправильно или это хорошо это плохо это никогда не зубе это только из ума если брать любовь в плане отношений то слово любовь и сейчас может быть всем сломаю все вот но любовь это не чувство важно понимать что любить это глагол на это действовать и очень часто бывает что и пара расходится просто потому что например сказать я тебя люблю другой может вообще не понимать это здесь важно понимать на каком языке любви говорит человек и благо в мире есть даже книга на эту тему да который называется пять языков любви они у людей разные зачастую бывает что один на обычных языках если брать пример то на французском и другой на китайском они у меня не любит или она меня не любит а просто они говорят проявляют свою любовь по-разному вот не знаю чувства эмоции любовь любовь к музыке любовь к работе любовь к этой жизни близкому человеку пусть она главное будет взаимно но мне понравилась теория на самом деле наверное уже и практика что раз не обязательно что любой это прежде всего действие когда ты любовь к работе ощущаешь ты действий когда к музыке ты поешь либо слушаешь и так далее там подобное вот эти ребят вот на самом деле наверно какие-то моменты нужно раскрывать потому что мне сейчас становится понятно что это все таки да я думаю что за музыку ты начала говорить неспроста потому что прям сейчас мы уйдем на музыкальную паузу друзья а потом конечно вернемся и продолжим говорить на интересные темы с нашими гостями и Субтитры сделал DimaTorzok 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 Сейчас, сейчас, последний шаг, друзья, например, глава, нет, всех не буду, понимаешь, я просто нескольких, плитка шоколада, это другая глава и так далее и тому подобное, и все, в принципе, увязано, если вот так посмотреть, то можно подумать, что это какая-то вот не складуха, когда читаешь, на самом деле понимаешь, что все друг из друга вытекает очень в логическом, в стройном порядке. Вот отличный призыв, читайте, а я хочу сказать, слушайте Тован Радио и попробуйте выиграть эту книгу, потому что сегодня в эфире на «Вам не стоит 3FM» мы разыграем книгу от наших гостей, а также билет на мастер-класс. Вот такая уникальная возможность есть у всех радиослушателей, но с телезрителями мы прощаемся, говорим всем отличного дня, хорошего настроения. Далее, друзья, афиша Максим Попов, Анголицына, наши гости, Чита Хара, я так скажу, ну и, конечно же, доброго, бодрого утра всем тем, кто нас слышит, видит и слушает. 11 мая в Институте культуры концерт «С верой, любовью и надеждой». Среди участников ансамбли «Уяв», «Золотые родники», «Челкущ» и «Соловушка». 13 мая на творческой площадке «Полигон» лекция «Как создать экскурсию». Читает ее журналист, экскурсовод, организатор проекта «Гуляем по Москве» Евгений Степанов. В музейно-выставочном центре выставка «Ульяновск. Родина двух Ильичей». Экспозиция предлагает задуматься и переосмыслить историю Симбирска-Ульяновска через представление двух знаковых фигур – Ильи Ильича Обломова и Владимира Ильича Ленина, личности литературной и реальной. В Чувашском государственном художественном музее откроется выставка репродукций «Айвазовский к 200-летию». Будильники